Надлетает, надлетает... Развитие культурного и экономического потенциала арктического макрорегиона с использованием международных и отечественных знаний, ресурсов и технологий – вот главная задача, которую ставит перед собой руководитель некоммерческой организации Фонд экономических программ Янтуров. Наша основная цель и миссия – это помочь коренным жителям Арктики, коренным малочисленным народам севера в первую очередь, а также сельским жителям в создании своего собственного дела и поддержке традиционных видов хозяйствования с использованием традиционных знаний и привлечением международного и российского опыта и технологий. К сожалению, тенденции таковы, что наш регион с каждым годом утрачивает свою аутентичность. Факторов, влияющих на эти изменения, множество, но притормозить губительный процесс можно, уверен Янтуров. Поэтому сегодня в первую очередь крайне важно сохранить культуру и традиции севера. Архангельской области повезло, ведь здесь находится уникальный музей деревянного зодчества «Малые Карелы», в котором трепетно берегут красоту и историю нашей земли. Сотрудники комплекса рассказывают архангелогородцам и многочисленным туристам о быте поморского человека. Дома на севере всегда были очень большие. Это связано с нашим холодным северным климатом. Ведь здесь, как говорят, зима у нас полгода длится, лето не торопится, осень не опаздывает. Поэтому крестьянину было удобно, чтобы все было внутри дома. Люди жили, скотинку держали и орудия труда хранили. Чтобы все хозяйство можно было вести внутри дома, не выходя на улицу. Вместе с вымиранием деревень, исчезновением традиционных поморских промыслов уходят в прошлое и важные предметы нашей истории. Яркий пример – карбас. Сама конструкция лодки может многое рассказать об удивительной изобретательности наших предков. Вот если мы посмотрим на карбас, то он имеет ореховидную форму. В случае сжатия во льдах судно просто выталкивало на поверхность. К сожалению, искусство постройки, а точнее шитья карбасов практически утрачено. Хотя можно еще встретить в поморских селах умельцев, шьющих такие лодки по индивидуальным заказам. Помочь оставшимся ремесленникам найти точки сбыта и вывести дело на доходность – вот одна из целей, которую ставит перед собой некоммерческая организация. Вольный, как песня «Северный дух» связывает нас с соседними ненцами. Кочевое оленеводство здесь было испокон веков. И песни ненецкие тоже звучали. Должны они звучать и дальше, чтобы молодежь и старики жили и работали. За что и радеет фонд экономических программ со своими партнерами, единомышленниками и друзьями, помогая сохранять культуру и экосистемы Арктики для будущих поколений. Делают свое дело и международные связи. Так, однажды представители НКО привезли в Наринмар североамериканских индейцев, так сказать, для культурного ознакомления. У одного из заморских гостей сломался бубен. К счастью, в административном центре ненецкого автономного округа живет мастер по изготовлению традиционных инструментов. Он без труда отремонтировал бубен забугорного коллеги, и тот уехал домой в полном восторге. Итог необычного знакомства таков, что об этом случае узнал североамериканский мастер из Вашингтона и заказал своему коллеге с русского севера ненецкий бубен. Так, дело мастера Валерия из Наринмара получило новый импульс к развитию. Зарядить людей оптимизмом и вывести традиционные хозяйства и ремесла на новый виток – вот к чему стремятся члены некоммерческой организации. И уж совсем амбициозная задача – сделать Архангельский Север штаб-квартирой арктического партнерства. Архангельский Север штаб-квартирой арктического партнера. Архангельский Север штаб-квартирой арктического партнера.